живописец может избрать для решения своей художественной задачи любое средство будь то масло акварель карандаш или уголь так и композитор пользуется любым видом музыки для воплощения своей творческой идеи это может быть музыка вокальная предназначенная для человеческих голосов песни романс хор кантата оратория или же может быть музыка инструментальная звучащие без слов в исполнении оркестра или скрипача пианиста плетиста трубача или различных групп музыкантов существует наконец сложные или как говорят синтетические музыкальные жанры такие как опера балет оперета в которых музыка сочетается с театральным действием или танцем многие из вас товарищи научились разбираться во всех этих видах музыки хотя воспринимаются по-разному правда часто говорят что вокальная музыка особенно песня ближе понятнее нежели музыка инструментально действительно музыка исполняемая человеческим голосами имеет ряд несомненных преимуществ перед музыкой скажем фортепианной или оркестровой во-первых звучание красивого выразительного голоса обладает такой удивительной теплотой и естественной человечностью который вряд ли достигнет даже самый певучий во вторых песни или оперной арии мелодия сочетается с поэтическим словом слияние музыки и поэзии создает такой чудесный сплав в котором оба искусства словно удваивают утраивают силу своего воздействия музыка становится как бы конкретным убедительным точнее а стихи поэта в свою очередь окрашиваются неповторимым обаянием живого чувства заключенного в мелодии мой голос для тебя и ласковые полны не может позднее молчание ночи темной не может позднее молчание ласковые полны не может позднее молчание ночи темной не может позднее молчание ночи темной не может позднее молчание ночи темной Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Оркестр своими могучими средствами уже дорисует все, что происходит в душе человеческой, хотя бы это было негодование Исхилова Прометея, или в другую сторону. Оркестр может вдруг уменьшиться до слезинки на ресницах ребенка, до колыхания лепестков розы. Почти все великие композиторы классики уделяли равное внимание и вокальной, и инструментальной музыке. Разберемся подробнее в художественных особенностях того и другого вида музыкального искусства. Сперва о музыке и вокальной. Это очень богатая и разнообразная область музыкального творчества. Многие хорошо знают, как называются самые распространенные голоса певцов. Женские голоса – сопрано, меццо-сопрано, контральто. Мужские голоса – тенор, баритон, бас. Каждый из этих голосов обладает своим ярко выраженным тембровым отличием. Скажем, для передачи «Кокетливого девичьего щебетания» хорошо подходит колоратурная сапрано. Песня «Кокетливого девичьего щебетания» 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 И непременно поставлю я Сто родных людей, но непременно Все поставлю, одно свое, одно свое А низкий сурово ракочащий бас Способен воплотить образы величавые Мужественные, грозные От скалы грозные Тракатся с ревом волны И с белой пеною круча бегут назад Но твердо серые утесы Выносят пол напор Над морем стоя Существуют различные составы хора Смешанный хор мужской, женский, детский Есть хор, поющий с сопровождением оркестра или рояля И хор без сопровождения Или, как называют его, акапелла Звучание хора, акапелла Один из самых красивых и совершенных видов вокальной музыки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не следует думать Не следует думать, что всякая вокальная музыка Хор, романс или ария Непременно проще, доступнее, понятнее Любой овертюры или сонаты Существуют такие формы классической вокальной музыки Которые надо также уметь слушать Скажем, такие монументальные композиции Для солистов хора и оркестра Как, например, оратории Генделя Мессы Баха Реквием Моцарта Берлиоза Верди Кантаты Танеева, Рахманинова, Прокофьева Не так уж просты И отнюдь не ограничиваются Привычными песенными мотивами Здесь встречаются и образцы Сложного хорового многоголосия И развернутые симфонические эпизоды Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ Известны различные виды вокальной мелодии. В одних произведениях преобладает завершенная плавная мелодия, близкая к песне, например, «Жаворонок», «Глинки» или «Форель», «Шуберта». Такая музыка всегда более доходчива и любима массой. Таковы и многие наши современные песни, скажем, «Вечер на рейде» Соловьева-Седова или «Дороги» Новикова. Но бывает и иной тип вокальной мелодии, близкий выразительной театральной декламации. В таких случаях мелодический рисунок напоминает нам характерные оттенки человеческой речи, интонации гнева и удивления, радости и нежности, злобы и возмущения. Вот вокальная сценка Дорогомышского «Меленик» на пушкинские слова. Здесь преобладает декламационный принцип. Певец подражает то бормотанию загулявшего Мельника, то выкрикам его сварливой жены. Возвратился ночью Мельник. Шонка, что за сапоги? Ах, ты, пьяница, без денег, где ты видишь сапоги или мутит тебя лукавый? Это ведро... Бедро право Вот уж сорок лет живу Ни во сне, ни наяву Не видал до этих пор Я на ведрах медных шпор На ведрах медных шпор Декламационные приемы особенно широко используются в опере Это так называемый оперный речитатив Или другими словами, распетый разговор Замечательные образцы правдивой оперной декламации создали на Западе Вагнер, Верди, Пучини Из русских композиторов Дорогомышский, Мусоргский, Прокофьев Не следует искать в вокальной музыке В частности, оперной Только напевные, завершенные мелодии песенного склада Надо уметь слушать и декламационное пение В нем нередко захватывающей силой запечатлена истинная жизненная правда И еще одно важное соображение Вокальная музыка чаще всего сочетает человеческое пение с инструментальным сопровождением Или, как говорят, аккомпанементом Во многих романсах, песнях, оперных ариях Аккомпанемент выступает на равных правах с вокальной партией В сопровождении рояля или оркестра Словно иллюстрируются основные образы текста Подчеркивается характерный звуковой фон На котором развертывается действие В песне Шуберта Форель Фортепианная партия Рисует легкое движение реки Веселую игру прохладных водных струй Лучи под норкой трели В воде боя сна Причутницы фурели В ней в чатах отстрела Я сел на берег зимы И в сладком забытье Следил за резвой рыбкой Купавшейся в ручье Следил за резвой рыбкой Купавшейся в ручье А тут же с длинной гибкой Лесой рыбак сидел И злобною улыбкой На рыбаку смотрел Откуда светил ясен Ручей подувал я Твой труд рыбак напрасен Ведь на леса твоя Твой труд рыбак напрасен Ведь на леса твоя Итак, при слушании в вокальной музыке Мы воспринимаем в неразрывном сочетании Три художественных элемента Поэтическое слово Вокальную мелодию И аккомпанемент Именно сочетание этих трех элементов Создает единый цельный образ Еще в большей степени Синтетичность или многосоставность жанра Характерна для оперы Этой наиболее богатой и впечатляющей формы музыкального искусства В опере сочетаются театральные действия И поэтическое слово Танец и декоративная живопись Пение солистов или хора С звучанием симфонического оркестра В оперном спектакле Захватывает слушателя и зрителя Драматичный сюжет И эффектная постановка И сценическая игра артистов Неразрывно сочетающаяся с пением И все же опера Как утверждал римский Корсаков Есть произведение прежде всего музыкальное Глубоко ошиваются те люди Которые приходят в оперный театр Только за тем, чтобы полюбоваться Красивыми декорациями Или эффектными танцами и шествиями Композитор Грик говорил Тот, кто следит за оперным представлением С исключительно литературным интересом Рискует пропустить мимо ушей самое лучшее То есть музыку Вдохновенная музыка Вот что составляет главное в опере Даже не зная языка, на котором поется ария И не видя сценического действия Мы почти наглядно воспринимаем Глубочайший жизненный смысл Лучших оперных сцен Здесь музыка говорит сама за себя Такова, например, сцена смерти Отелла В одноименной опере Верди Итальянский язык, на котором поет артист Марио Дель Монако Многим, вероятно, непонятен Но пение его Исполненное невыразимого страдания Душевной боли И великолепная музыка Верди Правдиво передает И горе чувств И глубину раскаяния Обманутого Отелла Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 инструментов. Каждое действующее лицо сказки, говорится в партитуре Прокофьева, изображено своим инструментом. Птичка с лейкой. Утка гобоем. Кошка к ларнету в низком регистре. Дедушка поглотом. Волк аккордами трех Волторн. А пионер Петя в струнном квартире. СИМФОНИЧЕСКИЙ ОКЕСТР ОКЕСТР ВОЕННЫХ ПАРАДОВ. 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 Продолжение следует... Музыка предназначена для того, чтобы сопровождать танцевальные вечера, народные праздники или военные парады. Существуют высокохудожественные образцы танцевальной или маршевой музыки, в которых простое всем понятное содержание силой большого таланта возвышается до степени широкого обобщения. Эти произведения уже не имеют прикладного назначения и предназначены для концертного исполнения. Так вальсы и мазурки Шопена — это не просто пьесы для танцев, а колоритные бытовые сценки или психологические зарисовки, передающие настроение автора. Прекрасный пример из русской классики — знаменитый вальс-фантазия Глинки. В этой простой вальсовой музыке мы ясно ощущаем поэтичный колорит русской бытовой лирики пушкинских времен и очарование грусти, быть может, вызванное памятью об ушедшей юности. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Вполне доступны и те инструментальные пьесы, которые основаны на знакомых мелодиях народных песен, или, как говорят, на мелодических цитатах. В этих случаях слушателю вспоминаются и тексты песен, и весь их поэтический образ, заново возгрешенный и обогащенный композитором. На этом принципе и построены такие известные произведения, как, скажем, Камаринская Глинки, Дубинушка Римского Корсакова, или Увертюра на темы трех русских песен Балакирева. В наше время композитор Дмитрий Шестакович построил музыку своей 11-й симфонии, 1905 год, на подлинных мелодиях русских революционных песен. Так, например, для заключительной четвертой части он использовал боевую песню рабочих, беснуйте стираны, заключавшие в себе гневное чувство протеста «Против царского гнета». Снуйтесь, тираны, Глубитесь над нами, Грозитесь, вирепо, Тюрьмой и кандалами, Мы вольней душою Хотелам попраны, Позор, позор, Позор вам, тираны! Пусть слабые духом крепещут пред вами, Торгуют бесстыдно святыми правами, Но рухнут предсильным коварные планы, На страх, на страх, на страх вам, тираны! Сверкайте штыками, Грозите плетями, Ваш собственный страх Не сковать вам цепями, Пределы насилию вашему даны, И смерть, и смерть, и смерть вам, тираны! И вот эта же мелодия Перенесена в оркестр, Она развита и обогащена С помощью всего арсенала оркестровых красок, Но смысл ее остался прежним, Вспоминая образ знакомой песни, Вы яснее представляете себе Содержание финала симфонии, Вам кажется, что разгневанная Революционная толпа с красными знаменами Заполнила улицы большого города, Вызывая трепет и страх В стане угнетателей! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здесь мы подходим к очень важной проблеме. Проблеме программности. Восприятие инструментальной музыки до некоторой степени облегчается в тех случаях, когда композитор предпосылает, когда композитор предпосылает своему сочинению словесно выраженную программу или хотя бы дает ему конкретное название. Классические образцы программной музыки увертюра, увертюры, увертюры, увертюры фантазии Чайковского, симфоническая сюита Шахерезада, имского-корского. Если слушатель знаком с этим литературными сюжетами, то понимание музыки оказывается для него более конкретным. Заглавие пьесы или литературная программа словно направляет в определенном руслу фантазию слушателя, помогает ему дорисовывать в своем сознании то, что подсказал ему композитор. Надо, однако, предупредить, что без предварительного знакомства с программой, словесно изложенным авторским замыслом, такая музыка, волнуя и захватывая вас, все же не покажется вам столь конкретной. К примеру, возьмем вступление к опере Мусоргского «Сорочинская ярмарка». Не зная заглавия этой пьесы, вы вряд ли смогли бы точно определить ее программное содержание. Сначала вы слышите спокойную музыку пейзажного характера. Затем более подвижный танцевальный эпизод, открывающийся возбужденными сигналами или выкриками. Потом снова тот же мирный пейзаж. Композитор дал этому вступлению название «Летний день в Малороссии». Он стремился передать здесь живые образы, рожденные в его воображении, начальными строчками «Сорочинской ярмарки» Гоголя. Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии. Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное, и голубой и неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул весь потонувший в неге. И дальше Гоголь описывает картину «Сельской ярмарки», где слышится шум, брань, мычание, блень, ерев. Все сливается в один нестройный говор. И вот композитор сопоставил два мира образов, взятых из гоголевской повести. Мир знойной летней дремы и шумную суету деревенского базара. Сельской ярмарки Сельской ярмарки Сельской ярмарки Сельской ярмарки Сельской ярмарки Сельской ярмарки Поэтическая программа активизирует фантазию, заставляет слушателей следовать за живописной кистью композитора, наполнять звуковые образы более точным жизненным смыслом. Слушая программную музыку, не следует слишком рассчитывать на словесные пояснения и подменять ими естественное музыкальное восприятие. Плохо, когда слушатель непрерывно заглядывает в программу, без конца проверяя, соответствует ли исполняемая музыка напечатанным пояснениям. Такое слушание вряд ли может доставить подлинное эстетическое наслаждение. Главное в программном произведении воспринимать не отдельные изобразительные детали, а прежде всего общий поэтический дух музыки, будь то свежий аромат севера в оркестровых пейзажах Грига, атмосфера драматической борьбы в овертюрах Бетховена или пестрый мир восточной сказочности в шахаризаде Римского-Корсакова. Наиболее трудной для восприятия многие считают непрограммную инструментальную музыку. Действительно, как уяснить себе содержание такой музыки, где нет не только слов, как в песне, но даже конкретного программного названия? Здесь слух и внимание лишены каких-либо вспомогательных опор. И все же, такая музыка, если она содержательна и художественно совершенна, вполне доступна восприятию. Помогают здесь различные сравнения, которые непроизвольно рождаются в сознании слушателя, сопоставления с конкретными музыкальными звучаниями, имеющими определенный жизненный смысл. Слушая симфонию Бетховена или Чайковского, вы различаете в ней то ритмы марша, то наигрыш свирели, то любовную серенаду, то надгробные причитания или военные фанфары. Каждое такое впечатление связывает эту музыку с реальными явлениями жизни, с картинами войны или безмятежной постарали, с образами скорби, любовного томления или героического порыва. Сергей Васильевич Рахманинов не оставил никаких словесных пояснений к своей популярнейшей фортепьянной прелюдии до диез минор. Но грозные и могучие аккорды, окрывающие эту пьесу, напоминают о тревожном набате, о суровой скорби человеческого сердца. В середине пьесы тяжелые набатные звучания сменяются более подвижной и беспокойной музыкой, выражающей смятение, романтический порыв, и потом снова звучат тревожные удары огромного колокола. Перед слушателем как будто развертывается некая драматическая сцена. Можно было бы подставить под эту музыку какой-либо конкретный сюжет, но нужно ли это? Звучит музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok